Пратипха Синха – дочь одной из самых высокооплачиваемых и популярных актрис 50-60-х годов Малы Синхи. Она родилась 4 июля 1969 года и в 23 года дебютировала в Болливуде в фильме «Любимый мой любимый» в паре с еще одним звездным ребенком Суджоем Мукерджи, сыном звезды 60-х Джоем Мукерджи. Далее последовала мелодрама «Ведь сердце все еще дитя» в паре с Аджаем Девганом, но он провалился в прокате. По-настоящему известной девушку сделал танцевальный номер в блокбастере 1996 года «Раджа Хиндустани», а закрепил успех клип из фильма «Муки любви». Эти хиты сделали ее настолько популярной, что даже сегодня люди помнят и любят Пратипху. Она пришла в кинематограф в 90-х, в одно время с Равиной Тандон, Пуджей Пхат и Каришмой Капур, но говорят, что именно большая слава ее матери помешала ей стать успешной актрисой. Девушка изо всех сил продолжала сниматься в фильмах, но не смогла добиться такого успеха. Много обсуждался и ее роман с музыкантом Надимом Саифи из популярного дуэта «Надим и Шраван». Отношения Пратипхи с Надимом ее мать не одобряла, поскольку он был уже женат. Мала Синха была настолько против отношений дочери, что увезла ее жить в Чинае, где следила за своей дочерью каждую минуту, не давая ни видеться, ни разговаривать с Надимом. Говорят, что Мала выдвинула Пратипхи суровое условие, после чего Пратипха вернулась в Мумбаи и сказала журналистам, что не имеет никаких отношений с Надимом. Ее заявление сильно расстроило музыканта, поскольку он собирался развестись со своей первой женой Султаной и жениться на Пратипхе. Более того, Пратипха иногда появлялась в новостях из-за своих смелых фотосессий. Она ушла из киноиндустрии в 2000 году. За время ее пребывания в Болливуде Пратипха выпустила 13 фильмов, но ни один из них не достиг той славы, которая была у ее матери. Сейчас Пратипхе 52 года. После того, как мать не разрешила ей построить отношения с мужчиной, она так и не вышла замуж и живет со своей матерью в Мумбаи, где заботится о ее здоровье. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Часто ли вы встречали в жизни такие случаи, когда родители запрещали своим детям делать какой-то выбор в жизни. И из-за этого дальнейшая жизнь детей не складывалась.